Всем здорова народ, вы на канале Rocket Space и это новый видосик по игре Space Flight Simulator. Я думаю по названию этого видео и по превьюшке вы уже поняли, что в этом видосе я хочу построить космическую орбитальную станцию на орбите Земли конечно же с помощью многоразовой ступени. Меня самого эта идея заинтересовала, так как я многоразовой ступенью особо никогда не пользовался. Так, чисто по рофлу посмотреть что это к чему. Первую часть запуска ракеты и фасадка многоразовой ступени я ускорять не буду. Может вам что-то интересно, да, вы с перемоткой не увидите, поэтому смотрите вот так вот. Станция сама по себе будет небольшая, потому что многоразовая ступень может перевозить на себе не более 90 тонн. Это по моим расчетам. Если более 90 тонн будет груз, то тогда будет очень быстро заканчиваться бензин, топливо точнее, и вам его не хватит просто. А за 90 тонн, я думаю, много перевезти нельзя, даже если очень мало топлива оставлять. Я даже в некоторых частях станции, которые запускал космос, очень мало топлива оставлял или вообще не оставлял. Но все равно 90 тонн это очень мало. И вот мы уже вышли на орбиту и многоразовая ступень идет назад на стартовую площадку. Новички в игре Space Flight Simulator запоминают ли мои действия? Может вам когда-то это пригодится? Хотя, хз, пригодится ли оно вам вообще? Но я думаю, пригодится. Я, кстати, вообще недавно играл в РСС. Это, кто не знает, реальная солнечная система. Там все намного сложнее, потому что, например, даже атмосфера Земли заканчивается на отметке 110 километров. Где-то так, или 100 километров. Ну, в общем, намного сложнее. Я в РСС построил многоразовую ступень, которая реально функционирует. Я не знаю, делали кто такой Space Flight Simulator, но это было очень сложно. Я потратил где-то 3 часа, чтобы построить нормальную многоразовую ступень. Вот мы уже вблизи к земле. Советую вам возле стартовой площадки что-то поставить. Это может быть какая-то маленькая ракета, или у меня здесь вышка стоит. Потому что на карте тогда вам будет проще видеть, куда садить многоразовую ступень. Советую тоже так сделать. А, и еще, короче, рассказать хочу... Да, хочу рассказать, потому что... Ну, как хочу. Просто нужно, нужно это, нужно рассказать. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. В этом Телеграм-канале все чертежи с видосиков. Чертежи с этого видоса я опубликую, когда на этом видосике будет... Что-то слишком много слова видосик. Ну, в общем, когда на этом видосе будет 10 лайков, тогда я выставлю чертежи в Телеграм-канал свой. А если не наберется 10 лайков, тогда спустя 3 дня уже я выставлю чертежи. И вот в этом видосе что-то новое. Например, то, что 3 минуты, даже 3 минуты 17 секунд без ускорения видео. И я эти 3 минуты 17 секунд постоянно разговариваю. То есть не было никаких пауз. Я думаю, вам такой формат больше нравится, потому что если просто молчать, то это скучно. Поэтому, если нравится такой формат, не нравится, пишите все в комментариях. Я обязательно читаю. И вот мы уже, в общем, посадили на грозовую ступень. И нужно теперь ее заправить. Вертикальная съемка, потому что мне так было намного удобнее. Я думаю, вам это сильно не мешает. Поэтому вертикальная съемка будет тогда, когда я ее заправляю и ставлю новую часть ракеты. Ну и с этого момента я ускоряю видео. Потому что если его не ускорять, то я думаю, оно будет где-то 15 плюс минут. А вы просто будете его перематывать, потому что оно будет скучным. И это не очень хорошо для алгоритма Ютуба. И опять баги игры. Когда переливаешь топливо в ускоренном времени, ракета подскакивает. Я однажды так переливал и взорвал эту ракету. Пришлось загружать сохранение. Это был трэш. Ну и в общем, теперь запускаем вторую ракету. Я ее уже заправил. Снял верхнюю часть. И в принципе все готово для полета. Если вам вдруг, да, вдруг нравится контент, который я снимаю. Там видосики Ютуб Шортс. То пожалуйста, поставьте лайк. Вам это не сложно вообще. Мой видос продвигается. И так может мой канал продвинется очень далеко. Я на это конечно же надеюсь. В общем, подпишитесь. Поставьте лайк, если вам не сложно. Ну и в общем, наперед спасибо. Ладно, не буду томить своими разговорами. Может это кому-то не нравится. Поэтому смотрите видео в ускоренном времени с музыкой. Конечно же. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok